Ханифат Сурова на профосмотрах. Гость частый, сама она медик и понимает, насколько важно беречь здоровье. Строго раз в год посещает мамолога. В этом году повезло, ездить далеко не надо. Мобильный центр приехал в город. Внутри передвижной комплекс оснащен цифровым оборудованием. Одновременно в нем можно делать флюорографию и мамографию. Это очень удобно. Я очень благодарна главврачу, который решил, что сегодня будет здесь акция. Во-первых, люди живут здесь, приходят по месту жительства, далеко идти не нужно. Пришел, быстренько проверился и ушел. Через несколько дней бывает обычный результат. Сегодня в России на учете состоит более 750 тысяч пациентов с диагнозом рак молочной железы. По статистике, он является самым распространенным видом онкологии у женщин. Это второй по частоте тип злокачественной опухоли в мире. Ежегодно диагностируют более полутора миллиона новых случаев заболевания. И не всегда на ранних стадиях. Есть много-много факторов, которые влияют. Это и стрессовое воздействие, и базовые заболевания, связанные с нарушением гормонального фона у молочной железы. За последние 40 лет в лечении рака груди в медицине достигнут значительный прогресс. Смертность сократилась на 40%. Во многом благодаря своевременной диагностике. Акция «Розовая ленточка» как раз призвана помочь в борьбе с таким тяжелым заболеванием. Проводит осмотр, врач-мамолог, проводится мамография, УЗИ молочных желез и базовые онкомаркеры по молочной железе сдаются. Это является основополагающей для раннего выявления рака молочной железы. И мы сегодня проводим эту акцию для того, чтобы максимально выявить рак молочной железы среди наших женщин. Надежного способа предотвратить онкологию не существует. Рак груди может быть диагностирован в любом возрасте. После 50 риск образования опухоли в 6 раз выше, чем до этого. Однако за последние 10 лет отмечается рост заболеваемости на 34%. У молодых девушек от 19 до 39 лет. Чаще всего женщины сами диагностируют у себя заболевание. Какие признаки должны смущать женщину? Это изменение кожи, появление втяжения, появление боли, любые изменения структуры, которые, например, по сравнению с предыдущим ее самообследованием, ее смущают. Врачи напоминают не забывать заботиться о своем здоровье. Важно регулярно посещать мамолога и гинеколога, чтобы предотвратить недуг. Тамара Хышагульгова, Хамзат Халухой, в новости 24.